Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Викана. Подписывайтесь на мой канал, будет много всего интересного. И, как я всегда говорю, мои расклады всегда основаны на историях реальных событий людей, которые ко мне обращались за раскладами. А это очень интересная история. И у меня очень большой опыт в этих историях и разрешение этих историй. Частый вопрос. Создалась пара, люди создали пару, но один партнер согласен на создание каких-то отношений дальнейших, а второй тянет. И вот давайте посмотрим, что же все-таки может происходить в этих отношениях. Может быть, для кого-то расклад будет судьбоносный, а для кого-то, может быть, он не проиграется. Но для кого-то не проиграется, если вам это интересно, можете обратиться ко мне с консультацией. Что мужчина думает в паре? Давайте разложим сейчас о тебе, да? Вот о тебе, что он думает. О женщине своей, что он думает сейчас, да? А что он думает, как о паре? О женщине и как о паре. Давайте посмотрим. Как он ощущает себя в паре? Почему он тянет с решением судьбы ваших отношений? И что он сделает, да? На что он решится все-таки? И что мы здесь, собственно говоря, и видим? Я вижу синее, синее поле карт. Расклад мне, честно говоря, не нравится совершенно. Но, к сожалению, здесь выпали именно такие карты. На самом деле, мужчина ничего не имеет против женщины. Он романтично к ней настроен. Он хочет с ней продолжать отношения. И она для него самая лучшая на свете женщина. Самая любимая на свете женщина. И он готов пойти за ней на край света. А вот как о паре, как о паре, что здесь можно видеть? Я вижу здесь нехорошую ситуацию. Почему? Потому что он видит свою невозможность быть с этой женщиной в этой паре. Вот сейчас у него ничего не получается. Возможно, ему приходится тайком, как говорится, свое счастье испытывать с этой женщиной. Он боится, что об этих отношениях кто-то может узнать. А кто? Мы видим женщину. Сейчас я поправлю камеру. И вот мы видим женщину. Вот она, которая его тоже очень сильно любит. И вот это и есть причина, почему он тянет отношения. Есть соперница, оказывается, в этих отношениях. И она влияет на эти отношения. И женщина очень сильно его любит на самом деле. И он это знает, что она его любит. И поэтому он понимает, что, встречаясь с первой женщиной, которую он очень, он уже любит, он понимает, что он поступает подло с этой женщиной, которая его любит. Понимаете? И поэтому он не видит невозможность. Он тайком, как воришка, встречается с первой женщиной. Но вот видите, не всегда совпадает, когда любишь ты, но не любят тебя, либо наоборот. И поэтому, что же он всё-таки сделает именно по этому раскладу, что мы здесь видим? Он уйдёт от этой женщины, от второй. А вторая, скорее всего, это соперница. Он ей объяснит, что он её не любит на самом деле. И он уйдёт рано или поздно от этой женщины, к сожалению. Ну, что здесь мы ещё видим? Давайте ещё одну карту достанем. Мы видим ещё одну женщину. Мужчина, оказывается, пользуется спросом у женщин. Но он её тоже не любит, эту женщину. Понимаете? Он любит только первую женщину. Возможно, ту, которая сейчас смотрит этот расклад. И какое он вынесет решение? Он останется со своей первой любимой женщиной. И он будет в неё вкладываться. И он, наконец-то, вынесет решение. И вот смотрите. Кто говорит, он не выносит решение, а он его всё-таки вынесет. Поэтому, по всей видимости, девяточка, человек созреет до вынесения решения. И он уже его выносит, это решение. Поэтому нужно просто немножко подождать. Вот такой, мои дорогие, вам расклад.